Яков Павлович, вы для нас человек новый, вот расскажите немного о себе, давайте познакомимся. Я родился в городе Пермь, там же выучился, закончил медицинскую академию, работал хирургом в краевой клинической больнице, получал второе высшее образование экономическое, ну в общем достаточно продолжительное время. И потом увела меня кривая судьбы в Москву, где я уже работал на руководящих должностях в различных совершенно учреждениях. Но вы были практикующим врачом или все-таки вы уже были, возглавляли... Последние годы, конечно, я занимался уже организационной деятельностью, а до этого, после студенческой скамьи, во время интернатуры, ординатуры, подготовки кандидатской диссертации, я, конечно, работал хирургом все это время, больше 12 лет. Вы оперировали, да? Конечно, да. И на эту тему кандидатская? Да, кандидатская. А еще докторская нет, да? Нет, докторская уже защищена. А, а на какую тему? В организации? Организации здравоохранения. Организации здравоохранения. Как у нас-то оказались? Поступило предложение поработать в Сибири. Для меня это интересный опыт. Сложная ситуация, нестандартная. И ковид, собственно говоря, он многие вещи поставил с ног на голову. Он заставил заниматься другими совершенно вещами, не теми, чем мы занимаемся в рядовой обычной жизни. И опыт вообще управленческий, конечно, он в основном возникает в ситуациях сложных. В мирное время, конечно, он тоже накапливается, но вот в ситуации, когда требуются какие-то принятия решений, большой объем аналитических данных и конструкции какие-то управленческие новые приходится создавать, он дает наибольший такой, так скажем, управленческий, что ли, бэкграунд или опыт. Сейчас вся страна борется с коронавирусом, и в регионах-то, наверное, посложнее ситуация, и много чего не хватает. Как вы согласились на такую должность? Ну, конечно, я думал об этом. То есть это не сразу, не спонтанное решение взвешенное. И еще раз повторю, что ситуация везде сложная, и в столице, и во всех регионах. Просто везде есть свои особенности. Но, как показывает практика многолетняя, любую ситуацию можно решить. Надо просто к этому прикладывать голову, руки, и самое главное, делать это все уверенно и командно. То есть рядом с теми людьми, которые готовы работать, которые понимают, что сейчас именно то время, когда нужно приложить максимальные усилия для того, чтобы обеспечить наших жителей и граждан медицинской помощью в полном объеме. Вот какие первостепенные задачи сейчас стоят? Ну, с проблемами-то регионы я начал, конечно, еще до приезда знакомиться. Приехав сюда, уже на местности, начав общаться с моими коллегами, здесь мнение потихонечку складывается. Ну, первоочередная задача, это у нас, конечно, везде ковид. Нам нужно сделать так, чтобы система заработала. Она и работает. Просто есть моменты некоторые, которые нам нужно улучшить. Сама обстановка требует независимого взгляда. Поэтому, наверное, было такое решение принято, пригласить со стороны человека сюда, в эту область, для того, чтобы оценить обстановку и поработать здесь. Вообще, я хочу сказать, что Иркутск, Иркутская область, они знамениты своим уровнем медицины. Здесь есть хирурги с мировым именем, здесь есть прекрасные врачи. Вот. Ну, ситуация потребовала немножко другого решения. И вот губернатор его принял. Поэтому и здесь. Не могу не спросить про коронавирус. Когда же все у нас закончится? Как вы думаете, как медик, как врач, скажите, сколько нам, год, несколько лет или дальше будем жить с этим совсем? Ну, здесь вам никто не даст ответа, когда это все закончится. Есть, вернее, несколько таких позиций, которые могут на это серьезно повлиять, на течение самого коронавируса. Прежде всего, это ответственность граждан. То есть, это ответственность за себя, за своих близких, соблюдение режимов масочных и так далее. Вот это раз. Потому что это точно, абсолютно снижает заболеваемость. Это уже доказано. Причем не нами и не мной. Это доказано Всемирной Организацией Здравоохранения. Второе. Все-таки создается вакцина, и три вакцины в России уже зарегистрированы. Их начали использовать. Я думаю, что это будет носить все-таки повсеместный характер. И в регионах тоже кампания по вакцинации от ковида, она начнется. Сложно обозначить месяц на сегодняшний день, когда это будет. Но это точно будет в ближайшее время, в каком-то обозримом будущем. И вот тогда, наверное, можно будет надеяться на то, что мы ход этой ситуации переломим. Уменьшим мы волну заболеваемости. Ну, а задачи первостепенного характера – это отладить процессы базовые. Это госпитализация, амбулаторный этап лечения пациентов, диагностика, прежде всего, лабораторная. Вот эти вот вещи – это номер один. Субтитры создавал DimaTorzok